Это вобла Казахстан. Лещ Казахстан крупный, лещ мороженый средний Казахстан, чихонь Казахстан. Еще есть рыба из Ростовской области и Астрахани, а вот местной Кубанской, как говорится, всего на зубок. Немного тюльки, хамсы, немного пузанка. Эта морозильная камера наглядно демонстрирует не лучшее состояние рыбохозяйственного комплекса Кубани. Здесь, на перерабатывающем комбинате в Приморско-Ахтарске, всего лишь 30% сырья местные. Хотя в советские времена район считался рыбной столицей региона. Нам приятнее и покупателям есть желание работать и приобретать азовскую рыбу. Ее, к сожалению, на сегодняшний день мало. Мы исходим из тех возможностей и тех предложений, которые поступают от рыбопромысловых предприятий. Руководитель предприятия Сергей Зарайский рассказывает губернатору, что на заводе готов выпускать больше продукции. Только вот кубанской рыбы не хватает. В этой сушильной камере доводят до кондиции 2,5 тонны воблы. И вся из Казахстана. Вы знаете, даже само желание людей, я уверен, жителей Приморско-Ахтарска, а в целом Азовского побережья, безусловно, рыба должна вернуться в море. И рыбы должно быть много. Поверьте, это и для людей принципиально важно, которые где-то с покон веков здесь живут. И для вас, для переработчиков рыбы. Потому что сегодня стюлька, килька, это, можно сказать, как наши предки сказали, совсем не рыба. А сегодня для нас это рыба. Вот дожились. А что тогда скажут наши внуки, либо правнуки? И как они оценивают нашу деятельность? По сохранению водных ресурсов Азовского моря. Как оценивают? Вообще, увидели они эту рыбу? Либо только на картинках. Вот все зависит от нас. От тех, кто вылавливает ее браконьерским способом. И от тех, кто занимается воспроизводством рыбы. И тут крайних искать не нужно. Все мы сегодня отвечаем. Зато передадим мы эту рыбу привычным для нас и судак, и пеленгаз, и, и, и последующим поколениям. Большой урон отрасли наносят браконьеры. Результаты неутешительные. Если в 2000 году в крае выловили 334 тонны тарани, то в прошлом всего 30. Рыбное поголовье попалось на крючок незаконного промысла. Губернатору показывают склад, где хранятся орудия преступления. Среди конфиската сети, роколовки и даже скоростные моторные лодки. Размер сетей. Начиная от самого мелкого, это не более 3 сантиметров. Что говорит само за себя, что рыба очень на них попадается мелкая. На 27 километров сегодня изъято орудий рова, который абсолютно невозможно применять. Они ловят практически подростка, как говоря, простым языком. Выбивают практически все. Абсолютно. Выбивают. Под корень изначально, даже не задумываясь о том, что она должна воспроизводство хотя бы раз отнереститься. Она вырасти не успевает. Вырасти не успевает. А за какой промежуток времени изъяли? В период с 7 апреля по 14 апреля. Получается за неделю. Вот здесь можно смело сказать, что это просто благодаря вашей позиции стал возможным такой результат. Потому что без вашей поддержки и надзора мы бы не смогли сегодня видеть этот склад с таким количеством нелегальных, незаконных средств добычи рыбы. Но все-таки все проработали хорошо. И органы внутренних дел, краевое управление, и краевое ФСБ отработало. И пограничников привлекали. Фактически силовой блок сработал полностью. Пока браконьеры пытаются разбогатеть, добросовестные компании испытывают трудности. Это причал рыбодобывающего хозяйства, воспользоваться которым на предприятии не могут. За или на дно не позволяет судам сюда заходить. Проблема. Сюда не заходят сейчас сюда. Его судно причаливает вот там, там, оттуда. Там перегруживает. Да, перегружает. Перегружаем маленьким-маленьким понтоном. Всего лишь тут 200 метров. Коллеги, что у нас, знаете, как я в станице вырос, лягушки, когда квакать начинают, там не поймешь, что происходит. Можно кто-нибудь один и четко изложить, что нужно? Давай, доквакай. Конечно. Судно загруженное доходит до причала, до этомола. Все, дальше 300 метров нужно прочистить. Заявилось? Да, заявилось. Вы же здесь должны были продумать этот способ, а я готов помочь в реализации вашего способа, чтобы эта причальная стенка снова стала причальной. И к ней причаливали рыболовецкие суда. Вот что сегодня важно. А каким-то способом просто ее вернуть, вернуть к чему? Она должна вернуться к своему предназначению. Вот что она должна сделать. И мы должны понимать, какое у нее будет предназначение. Я уже сказал, здесь должны фартоваться рыболовецкие суда. Говорить о поддержке рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий при недостатке сырья не имеет смысла, отметил Кондратьев. О проблемах отрасли говорили уже на совещании, где собрались представители силовых структур края, руководители профильных ведомств и главы муниципалитетов. В таком составе член оперативного штаба по охране и контролю за пользованием водных ресурсов встречается уже в третий раз. Один из главных вопросов, как сделать так, чтобы для браконьеров стало экономически невыгодным ловля и продажа рыбы. Они же не просто это вылавливают, они же сбывают это все. Еще есть сбыт. Сбыт на рынках. Так ведь, коллеги. Есть перекупщики. Есть попольные цеха. Сбыт диктует предложение. Это рыночный закон, механизм. Поэтому здесь не только бить по тем, кто предложение делает, это прилегативы правоохранительных органов, но и по тем, кто сбыт обеспечивает. А вот здесь уже мы должны быть активны. Это коллегам главы муниципальных образований вопросов. Мы ведь на сбыт никак не влияем. Никак, чтобы этот сбыт взять и тоже остановить. И когда с обоих сторон пойдем, тогда на самом деле браконьерство почувствует, что земля загорелась. Мы должны подорвать экономику у этого нелегального рыбного промысла. Вот и все. Подорвать экономику. А экономика подрывается в том, если не будет финансового дивиденда за эту нелегально браконьерски выловленную рыбу. Все, не будет экономического дивиденда, не будет финансового возражения, ничего не будет. С января по мае этого года количество административных штрафов за нелегальный вылов рыбы выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма взыскания превысила 850 тысяч рублей. При оперативных мероприятиях прокурор края просит обратить внимание на те сети и лодки, которые конфискуют у нелегалов. Нужно не дать орудием преступного лова снова уйти в оборот. Мы сегодня посмотрели эти ключи и все остальное. Сети, их там десятки, сотни километров изымается. И нужно проследить, я уже сегодня дал команду, чем заканчиваются изъятые крючки, сети и техника, которую нам показывают сегодня. Чтобы она не шла потом опять в оборот. Это же довольно часто все применяется. Забрали, выбрали, а потом пошло. И по большому, не по малому кругу у нас, а где-то по большому кругу это все может возвращаться. Вот здесь нужно ставить заслон. Зачастую браконьеры работают целыми группами. Известны случаи, когда даже налажен полный производственный цикл от незаконной добычи до переработки и продажи. Вениамин Кондратьев отметил, сегодня нужно усилить работу по закрытию таких нелегальных цехов и предложить рыбакам достойную альтернативу. С одной стороны мы пресекаем, мы не даем возможность браконьерским способам вылова рыбы, нелегальным способам различным. В дальнейшем работать в тени, но там дальше два пути. Либо они переходят в белую зону, работают в рамках закона, либо не работают. Но альтернативу, если мы говорим про эволюционный путь, мы должны дать. Если мы уже наступаем, тогда мы должны вот эти вот рабочие руки, которые сетки там вяжут, еще что-то там делают, они на улице не остались. Это тоже важная составляющая часть сегодня нашего с вами успеха. Обеспечим переход на альтернативные, но уже легальные рабочие места. Это тоже статическая задача, только уже власти. Вениамин Кондратьев также поручил разработать меры поддержки рыболовам, которые поставляют сырье на переработку. Аналогичный механизм уже используют при субсидировании переработчиков молока. Еще одна возможность, преимущество которой на себе уже ощутили овощеводы и животноводы – создание кооперативов. Представители рыбной отрасли смогут модернизировать свои производства. Тем более, что краевые власти софинансируют до 90% затрат на приобретение оборудования. Господдержкой уже заинтересовались в Приморско-Ахтарском районе. Восстановить рыбные промыселы, открыть новые производства для жителей муниципалитета – дело чести. Раз уж на гербе района ценные рыбы осетровой породы, то должна быть и в реке. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Денис Перец и Самир Гачаев. Кубань-24, Приморско-Ахтарский район. Приморско-Ахтарский район.